Такую статистику сегодня озвучили на заседании Совета по защите прав предпринимателей, который прошел в прокуратуре. Участие в нем приняли губернатор региона Венемин Кондратьев и бизнес-омбудсмен Борис Титов. И с лишним вниманием остается одной из главных проблем для ведения собственного дела. В текущем году выявлено и пресечено свыше 5000 нарушений закона. Основными из них по-прежнему являются незаконные проведения проверок и создание административных барьеров. Нам удалось предотвратить свыше 4000 неправомерных внепланных выездов контролера. Еще одна проблема, с которой сталкивается малый и средний бизнес – прозрачность механизмов господдержки. Венемин Кондратьев напрямую заявил, решение, кто получит субсидии, часто зависит от личных пристрастий отдельных чиновников. Губернатор предложил по таким вопросам активнее сотрудничать с исполнительной властью и прокуратурой. Тем более, что от господдержки сейчас сильно зависит процесс импортозамещения. «Надо понимать, что вот тот фермер или кто-то иной, который сегодня захочет заниматься импортозамещением, он тоже думает, я уверен, как и представитель крупного бизнеса думает, насколько долго будет вот эта вот блокада, насколько долго он сможет импортозамещаться. Поэтому он стоит перед угрозой того, что я сейчас вложусь, а завтра все откроется, и я тут же потону. Это реальная психология человека. Поэтому давайте говорить не об импортозамещении, а импортоконкурентности уже нашей продукции. А для того, чтобы изначально ее вырастить, импортоконкурентной, необходима хорошая господдержка. И когда завтра все откроется, они смогут конкурировать с импортным. И тогда просто нам уже импорт не понадобится, потому что у нас свое будет хорошее. Но это без господдержки, без субсидийных форм господдержки мы никак не сможем». Венемина Кондратьева в этом вопросе поддержал уполномоченный при президенте по правам предпринимателей. Борис Титов добавил, что также необходимо урезать количество всевозможных требований для получения субсидий. Особенно острый вопрос стоит при возмещении затрат на комплексные аграрные работы.